Добрый день, дорогие друзья и гости нашего YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня я хотела показать интересный объект. Начинаем мы возле модельного дома, и сам дом находится в двух улицах отсюда, но вы, когда увидите, вы поймете, почему мы начали у модельного дома, потому что там идет вовсю стройка. Очень шумно. Дом, который мы будем смотреть, он идентичен этому дому. Находимся мы в Лориэт Парк, это район Лейк Нона. Безумно известный район в Орландо, находится на юго-востоке от даунтаун Орландо, недалеко от международного аэропорта МСО. Многие, кто смотрит наше видео, уже, скорее всего, видели наши предыдущие видео об этом районе, но я вкратце расскажу, чем привлекает покупателей именно эта эрия. Здесь очень хорошие школы, ну прям очень хорошие, и эти школы, естественно, держат цены в этом районе. Район далеко не дешевый, один из элитных районов пригородов Орландо. Здесь очень огромная инфраструктура, в этом районе свои центры городские. Кстати, буквально в полутора-двух милях от этого места находится даунтаун Лейк Нона, где проходят различные фестивали, музыкальные, праздничные. Сейчас там идёт рождественские ночи, так сказать, со снегопадом, с Дед Морозом, с живой музыкой под открытым небом, очень много ресторанов. В общем, так сказать, город в городе, да, то есть это всё ещё считается Орландо, если вы посмотрите по адресу, адрес этого района, город Орландо, но это такая отдельная ячейка этого города, и всё здесь есть необходимое. Свои школы, опять-таки, отличного рейтинга, школа Лейк Нона, свои рестораны, развлечения. Вот, и я недаром выбрала эту модель, потому что здесь два дома на одном участке, так сказать. Ну, дом и квартира над гаражом. Вот, сейчас мы проедем, сейчас мы проедем в тот дом, который будет продаваться. Он ещё, кстати, не на рынке, но его уже можно купить для тех, кто знает. И вот сейчас мы тогда проедем в тот дом, мы его посмотрим и вернёмся сюда, и покажем вам хотя бы что-то меблированное, тот дом без мебели. Проедем? Пойдёмте. Проходите. Ребята, да, как раз вот этот дом, который, он ещё не на рынке, кстати, это офф-маркет, но он скоро будет продаваться. По причине той, которую я назвала, здесь идёт стройка, поэтому мы сняли, поздоровались с вами. Точно такая же модель, но уже закончена и не так шумно. Вот, вы видите причину, почему мы так сделали, потому что сейчас стройка заканчивается. Все эти фазы скоро, эта фаза будет скоро сдана, уже можно, в принципе, увидеть, что строительство подходит практически к концу, ну, ещё, может быть, полгодика, и здесь уже будет всё красивенько. Вот, но сама модель, она просто изумительная, просто изумительная. Мы покажем вам и апартамент над гаражом. Почему мне нравится эта модель? Я всегда люблю, когда на одном участке чего-то два. Вот, в этом случае, то есть, Юля, ты знаешь, я люблю дуплексы, я люблю дома, вот, например, там, с апартаментами, с квартирами над гаражом, потому что это всегда какой-то будет экстра прибыль какая-то, экстра инком. Хорошие инвестиции. Хорошие инвестиции. То есть, получается, два по цене одного. Да-да-да, почти. Да, дом, давайте здесь пройдём по цифрам, ещё сегодня ветрено и не очень солнечно. Добро пожаловать в зиму во Флориде, но тепло, 22 градуса. Составляет дом два юнита, то есть, главный дом и апартамент над гаражом, который можно сдать в аренду. Приблизительная цена аренды будет где-то 1600, легко, легко, 1600, ну, не знаю, плюс-минус. Цена всего два, купи два по цене одного, это миллион. Но опять понятно, миллион – это район, это школы, школа диктует ценовую политику. Сам район шикарнейший, новый район. Я много уже говорила про этот район, вы можете вернуться в самое начало, где я представляла район, и по дому четыре спальни, три с половиной ванных в главном доме, и гараж-апартмент, я там ещё пока не была, по-моему, там одна спальня и полная ванная. Это мы посмотрим. Главный дом – 3000 скверфит, и гараж-апартмент 900 скверфит. Это большой, честно говоря, для гараж-апартмента. Обычно я вижу где-то 600-700 скверфит, 900, посмотрим, что там нас встретит. Юля, я тебе передам этот листочек, ты потом покажешь план этого дома. Но сейчас начнём. Да, давайте. Значит, здесь у нас при входе получается гостиная, family room. Достаточно поместительная гостиная. Здесь телевизор должен быть. Да, здесь у них подразумевается телевизор. Немножко как-то интересно, что прямо у входа гостиная. Да, ну вот так решили. Такая планировка. Так, значит, здесь у нас будет телевизор, а вот тут у нас кухня. Здесь у нас кухня, кварцевые поверхности, белые шкафы. Маленькое такое окошко. Да, это интересно. Чисто для света, потому что с той стороны боковая стена соседа. Ну да, в принципе, пейзажа никакого нет. Ну что здесь у нас? Кстати, очень много шкафов, доводчиков нет. Да, да, да. Посудомойка. Так, островок хорошего размера такой. Здесь вот должны стоять барные стулья, соответственно. Так. Ну, достаточно поверхности для кухни, в принципе, вместе взятые. Смотри, здесь... Ой! Осторожно, Юг. Да. Здесь нет отдельного волка, куда можно зайти. Пейнтри, да? Да, ну вот они поставили такие шкафчики. Ну, значит, я так больше люблю вот... Более организованно, да? Красивее, чем просто пейнтри. Да, вот посмотри, здесь хорошо, очень все полочки разбиты. Да, да, хорошо, полочки. Да. То же самое, знаешь, и это экономит больше места. Потому что волк-ин там чисто вот, чтобы зайти еще место. Чтобы зайти место. Да, здесь уже все, все полочки. Так, а что у нас здесь? Здесь получается... Обеденная зона, да? Стол должен. Так, кто-то хочет выйти? Или это рабочие? Рабочие. Да, хорошо. Я думала, что кто-то хочет зайти. Здесь у нас получается обеденная зона. Да. Но ты знаешь, она не такая, на мой взгляд, не такая большая. Ну, можно круглый стол. Обычно здесь ставятся такие столики для завтрака. Да. И еще существует большая обеденная какая-то зона, да? Большая обеденная. Просто вот кухня. Да, здесь решили сделать барную стойку. Такую, чтобы можно было четыре, да, где-то стула вместить. Плюс еще получается вот какая-то зона. Ну, такое какое-то современное интересное решение. Крафт Комс, это их планировка. Она тоже нестандартная, как обычно, да? Да, не немножко. Мы заходим обычно сначала в ливинг рум, потом проходим, потом в фэмили рум. Какие-то лишние комнаты очень много здесь, лишних комнат нет. И, возможно, даже не хватает столовой. Ну, столовой, да, но не всем она так нужна. Не всем нужна. На самом деле здесь тоже может смеситься достаточно большой стол. Да, 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 я о том и говорю. Просто его придется обходить, чтобы попасть во двор, понимаешь, да? Ну, окей, что есть, то есть, не мы планировали. В общем, здесь мы проходим большая, да, большая спальня. И я так подозреваю, что это мастер. Да, это мастер, похоже, потому что большая. Очень большая. Так, а что тут у нас? Дверка куда? Очень большое помещение. Здесь у нас гардеробная. Здесь, я дозреваю, вторая гардеробная. Ребята, я видела похожую планировку, но не такую. Поэтому мы сейчас все как раз с вами и изучаем. О, вот это побольше. Это, видимо, для женщины. Так, здесь проходим. Просторная ванная, посмотри, какой душ. Ванная, да, а вот смотрите, какой душ. Душевая просто огромная. Ну, опять-таки, посмотри, интересно, сэкономили на... Фрейм, да? Сделали металлический. Да, на душевой кабине, да, потому что сейчас... Белые дожди. Стали трендом, да, без... Они называются фреймлесс, да, то есть без вот этих... Вот стекло до потолка. Ну, вот они как-то, видишь, чуть-чуть здесь сэкономили. Чуть-чуть сэкономили. Ну, то смотрите, какого размера. Просто можно зайти туда, я не знаю, опять же, всей семьей в футбол поиграть, вечеринку строить. Да. Так. Ну, две раковины здесь, кварц. Так, что у нас здесь? Закрытая комната. Комната закрытая. Да, да, хорошо. Так. Ну, окей, значит, это у нас получается мастер. Вот закуток такой интересный, да, что-то можно поставить такое, шкафчик или тумбочку. Полет фантазии. У кого какой. Очень нравится мне лестница. Лестница, да, да, мне тоже так нравится. Смотри, какая она шикарная, широкая, красивая она начинается с двух сторон. То есть нет, вот это вот, обычно стена, да, и уже идет лестница. Так, поднимаемся. А не будем пока смотреть, да, шкафчиком? Ой, подождите, здесь у нас, да. Мы же еще не все досмотрели. Здесь у нас что-то тоже можно поставить гардионную. Обычно, наверное, да, я думаю, что это мадру, то есть прихожая. Да. Если захочешь с гаража, здесь можно разуться, повесить одежду. Ну, здесь кондиционер. Должен быть кондиционер. Хорошо. Далее. Так, 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 строительное материало немножечко. Это лондрия. Ох, да. Стиральная, сушильная машина должны быть, их нет. Точно, точно. Их нет, но они должны быть, вот такое неплохое помещение. И половинка санузла. А, половинка. С окном. Половинка санузла. Так, еще есть куда-то здесь что-то. Так, кладовочка. О, хорошего размера. Вау. Смотрите. Да. Неплохая кладовочка. Так, выходим. Итак, поднимаемся на второй этаж. Спальня, спальня-отсек у нас будет с этой стороны. Здесь у нас бонусная комната. Очень хороший бонус к дому, если у вас большая семья. Да. Здесь такой уголок. И он не посреди холл, да? Не посреди, бывает, вот лестница, да? И открытое такое помещение. Это вот прям еще одна гостиная, такая достаточно приватная. Да, я бы даже сказала, может, спальню можно сделать здесь, если захотеть. Можно сделать спальню, если кто-то захочет. Да, если вы что-то захотите очень. Так, вот смотрите, какая здесь стадия. Все еще. Ну, этот дом уже готовят. Сейчас мы увидим, будем выходить. Возле гаража там уже моют асфальт. Да. Сюда проходите. Спальни такие небольшие. Стандартные, да. Ага, так. Гардероб здесь открывается таким вот образом. Высокие двери, надо сказать, здесь. Высокие, да. Такой тренд стал. Да, да. Это хорошо. Здесь совмещенный санузел с другой спальней. Так. О, сколько здесь всего. О, так, здесь ванная с туалетом. Отдельно закрывается. Здесь две раковины. Так. И? Другая спальня, вторая. Угу. Хорошая. Так. Далее. Гардеробная. Хорошего размера. Да, вторая. Хорошая. А там что? А там выход, да? Все, выход в коридор. Коридор. И еще одна спальня налево. Ага. Налево, налево. Ух ты. Как много спальни. Ага. У этой спальни свой санузел. Так, ух ты, так, проходите. Ага. Так, здесь одна раковина. Так, и душевая. Угу. Окей. Соседний дом. Ку-ку. Вот, видите, первый этаж, блок. Всегда. Гардеробная. Угу. Вот, ну, на полуку. Ковролин. Это все по главному дому. Угу. Свет мы, похоже, выключим. И сейчас мы пройдем во двор. Двор небольшой. Вообще, этот район застраивался... Дома большие, участки не очень. Но это совершенно... Это просто очень дорогая земля здесь. Да, да. Очень дорогая. И многие дома... У многих домов вообще нет участка. У этого хотя бы что-то есть между гаражом и главным домом. Кстати, что здесь на полах? Что здесь на полах? Это плитка, да? Вот это плитка, да. Так, это плитка под дерево. Это дерево. А вот это дерево. Вот это тоже у нас перевод деревянный. Здесь железный. Хорошо. Идемте дальше. Что у нас здесь? Это такой участочек, да, небольшой? Да, здесь на самом деле делают полное накрытие между гаражом. Ну, уже дома, которые обжиты, делают полную, полную как бы крышу. Да. Вот. И ставят заборы. Такая приватность. Получается внутренний двор. Да, вот посмотрите. Здесь еще все в стадии строительства тоже. Вот второй этаж. Сейчас мы вам его покажем. Вот. Везде все штробят. Гараж. Его моют, да? Гараж на три машины моет, но мы можем пройти в апартамент с той стороны. Дайте я покажу просто гараж и как его моют. На три машины гараж, между прочим. Так. Огородами пройдем, раз моют. На самом деле здесь, если посмотреть сбоку, можно огородить достаточно хорошего размера участок. Да, участок относится к дому, да. О, вот уже построены дома с этой стороны. Заходите. Так. О, поднимаемся. Добро пожаловать в мир стройки. Да. Зато ты новенькая. Ух ты, мне нравится, что здесь очень светло. Девятьсот фир-фит. Просто огромный апартамент. Да. Тоже с своей гостиной, с кухней. Духанка хорошая. Вся техника есть. Фейнтри здесь. Так вот, вид на дом. И на соседский дом. Вау, хорошего размера, правда. Телек. Телек. Угу. Все есть. Душевая есть. Тоже сфрей. Ну, тоже сэкономили. Да, да, да. Тут полочки. Бильяр. Так. Что мы еще на это смотрели? Там лондри. Постирочная. Покажем. О, так вот. Одна на одной должна стоять. Здесь сушилка, стиралка. С этой стороны спальня. Спальня. Ну, хорошего размера спальня, да? Очень. Да, добротного размера. Для апартамента. Угу. Согласно. О, вид хороший есть. Когда достроят, вообще замечательно все будет. Гардеробная. Угу. Здесь две гардеробные. Вау! Вот это класс. Неожиданно. Тоже. Да, хорошо. Ну, выходим, да? Друзья, мы вернулись обратно к модельному дому. К сожалению, внутри главного дома мы не сможем сегодня посмотреть. У застройщика сейчас идет вечеринка. Ну, какая-то планерка. Вот, но я очень хотела показать, как выглядит гараж апартамента. Квартира над гаражом. Да. И вот дворик. Посмотрите, как они здесь сделали вот этот дворик. Это о чем мы говорили. Накрывается полностью, видишь, проем между гаражом. Вот здесь должен быть гараж. Ага, а здесь основной дом вот с этой стороны. Здесь основной дом. Интересно. И посмотри, как очень уютно сделано. То есть это можно по-любому обыграть. Они даже смогли и кухню поставить. И стенку вот они поставили. И они стену поставили. Да. Это очень классно. Да, вот планерка. Ну, туда мы не зайдем. Очень уютно и приватность есть. Гараж. Да, гараж. Вот гараж здесь. Здесь вход. Вход в апартамент. Так, здесь поднимаемся. Идентичный тому, что мы видели. Да-да-да. Ежики на стене. Стена красивая. Ага. Да, кстати. Вот что значит модель. Видите разницу? А еще здесь все обставлено. И можно прикинуть, как это будет выглядеть, когда вы это все сами обставите. Да, такой же план, такая же планировка, только зеркальный эффект. Гостиная. Слушай, мне очень нравится, очень хороший размер. Ну, огромная просто кухня большая. Хорошие апартаменты получаются. Единственное, что подниматься надо, может быть, не всем подойдет, но многим. Ну, да. В Лейк Нона был построен, так называется, medical city. Здесь очень много госпиталей. И, кстати, вот такие квартирки или гостевые домики любят снимать медсестры, которые работают в госпиталях. Так, вот здесь у нас, да, здесь у нас получается спальня такого же размера. Хорошая, да. В том доме, который продается. То есть вот она queen, сайз, кровать, лази. Здесь king войдет тоже. Да, войдет. Здесь получается одна гардеробная, там вторая. Раз и два. Да, вот это побольше. А, нет, такая же точно. Хорошо. Стиральные сушильные машинки. Вот как раз одна на другой указаны. И здесь санузел. Так. У нас пачки. Все на месте. Очень уютно, светлый дом. Апартаменты. Очень много окон, посмотрите, да. Отлично. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Я считаю, что, в принципе, для этого района это неплохая цена. Я думаю, что с застройщиком еще можно будет поторговаться. Такое случается. У меня было несколько случаев неплохих в последнее время, когда можно было скинуть. Ну, естественно, в разумных рамках. Но я считаю, что в этом районе с такими школами, такой дом, где есть возможность еще сдать отдельную часть дома, получить где-то в месяц 1500-1600. Это очень неплохо, это будет помогать, если у кого-то будет ипотека, какую-то часть ипотеки оплачивать, или опять-таки там налог. Ну, в общем, это хорошая помощь. Или будут к вам приезжать гости, пожалуйста. Это будет отдельная квартирка. Ну, спасибо вам огромное. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok